Галина Маштакова 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 как именно внешний провайдер. То есть я никогда не работала директором по персоналу отдельно взятой компании, но всегда оказывала услуги в этом направлении. Хотелось бы поговорить об отрасли консалтинга. Как вы думаете, с чем связан успех развития частных консалтинговых компаний, тогда, когда существуют крупные институты, университеты, какие-то государственные объединения, ведомства государственные для решения вопросов в той же сфере и занятости населения? В чем основа существования частного бизнеса? Почему люди, во-первых, готовы за эти услуги платить? Думаю, успех здесь в мобильности. Если мы говорим про небольшие компании, а если говорить про успешных, про лидеров и бизнес-образования, и рекрутинговых услуг, то это до 100 миллионов рублей в год, примерно в этих ориентирах находятся. Если брать крупные корпорации консалтинговые, то у них уже все предопределено. И они достаточно негибко ведут себя по отношению к клиентам. Здесь важный момент, что мы находим своих клиентов, тех, для кого можем быть максимально полезными, тех, с кем мы совпадаем, в том числе по ценностям, тех, для кого то, что мы передаем в виде навыков, в том числе в тренинговых программах, действительно начинает работать на результаты уже со следующего дня. А почему обращаются клиенты в консалтинговые компании? Почему они не могут это решить у себя внутри компании, тот же тренинг, центр создать, либо они не могут это прочитать в книжках и как-то по-другому реализовать? С чем приходят клиенты? С какими мотивами? Это поддерживающие процедуры. Конечно, каждый из клиентов способен это создать. Но только нужно смотреть, а сколько придется вложить для того, чтобы создать свой корпоративный университет. И плюс не все функции вы можете отдать корпоративному университету. Да, это обучение базовым наукам, да, это обучение линейных руководителей. Но если говорить про обучение или оценку топ-менеджеров, это нужно, чтобы делала внешняя консалтинговая компания. И мы тогда оказываем вот такую услугу уже для, в том числе, крупных корпораций, где численность только корпоративных университетов свыше 100 человек. Кто ваши клиенты? Как их можно дифференцировать? Есть ли лицо, костяк именно ключевой? Малые компании, крупные компании, госсекторы? С какими потребностями приходят? Знаем, что хотим, но хотим, чтобы было лучше. Вот можете вы сказать, кто к вам приходит, кто клиенты? Если говорить про объем бизнеса, да, малый, крупный бизнес, на самом деле здесь вот такой четкой границы ее точно нет. Это, конечно, и крупные федеральные компании, это и международные компании, которые, однажды, увидев нас, сказали, нам больше никого не надо, мы дальше будем работать только с вами. Им же, наверное, действительно тяжело вас увидеть. Они же работают, например, с глобальной компанией, и работают с глобальными консалтинговыми компаниями по всему миру. И тогда это опять вопрос пользы. И когда ты видишь пользу от другой компании, с которой, как я уже сказала, совпадаешь по ценностям, и видишь реальный результат, ты предпочтение отдаешь тогда этой компании. Буквально там в позапрошлом году в управлении персоналом в журнале одна из наших партнерских компаний в выставочной отрасли, IT, это великобританская компания, отметили, что они привозили разных тренеров, они смотрели разных тренеров, и тех, кто на сегодняшний день является гуру. Но когда они начали с нами сотрудничать, они поняли, насколько мы грамотно можем транслировать единые их стандарты, единые подходы по всем городам Российской Федерации, и насколько мы включаемся в саму работу и максимально отдаемся для того, чтобы получить результат в виде навыков у конкретных уже сотрудников. Поэтому вот, если говорить про уровень бизнеса, не могу ответить точно, но это в основном все-таки средний и крупный бизнес. Малый бизнес, не так много компаний, с кем мы работаем. У кого есть, во-первых, средства, и, во-вторых, у которых уже, наверное, культура, управление, она находится на другом уровне. Совершенно верно. Вот в нашей линейке клиентов нет тех, ну, удивите нас чем-нибудь. Да, у нас точно есть клиенты, которые знают, что они хотят изменения. Не всегда четко понимают свои потребности, и тогда мы помогаем доопределиться, определяя узкие места в управлении персоналом. И смотрим наиболее эффективные инструменты для преодоления этих узких мест. И это не всегда с нашей помощью. Это не погоня за тем, чтобы продать как можно больше. Да, завтра неважно, что будет происходить в наших отношениях с клиентом. Мы приходим надолго для того, чтобы быть максимально полезными на протяжении многих-многих лет. Если мы находим инструмент, который сейчас может использовать сам клиент без нашей помощи, мы совершенно открыто этот инструмент предоставляем. Данный бизнес, он позволяет проводить работу в различных регионах? То есть не обязательно, да? То есть татарстанская компания, у нее там быков с Казани, и в Казани работать. Да, мы не работаем только на территории Татарстана, мы работаем по всей территории Российской Федерации стран и ближнего зарубежья. А то, что у вас офис именно в Казани, это не мешает? То есть принято же федеральная компания, офис в Москве, Москва-Сити с видом на Кремль. Это опять про ценности, да? Ценю, люблю и никуда отсюда не собираюсь. И на самом деле, это не важно, в каком городе ты находишься. Если говорить про мобильность, те же самые коуч-сессии совершенно спокойно можно делать сейчас и в Скайпе. А если говорить про тренинг в Москве, ну, вчера приехала, сегодня я уже здесь. И если ребята у нас выезжают даже в Комсомольск-на-Амуре, то это тоже ничего страшного. Самолеты летают, это не так долго времени занимает. Но зато это наша способность, как я уже сказала, если это федеральная компания, мы обслуживаем федеральную компанию, возможность транслировать один и тот же подход во всех офисах, что создает единую корпоративную культуру, единую корпоративную политику для глобальных компаний. А вот в каких случаях не стоит обращаться в консалтинговую компанию? Вот мы сказали, что те, кто к вам обращается, они четко знают запросы и понимают, что внутри себя они этот запрос не могут реализовать. А когда не стоит вот компания обращаться в консалтинговую компанию? Два момента. Один уже отметили, да, когда вы не знаете, чего вы хотите, даже видений нет, да, вот там образы желаемого будущего в виде картинки. И второе, когда вы не готовы за результаты вместе с консалтинговой компанией нести ответственность. То есть мы не работаем с теми компаниями, которые говорят нам, придите, совершите нам чудо, и мы это чудо будем использовать в последующем. Так не бывает. Мы можем сейчас запустить некоторые процедуры, но эти процедуры обязательно внутри компании нужно поддерживать. И это наша двойная ответственность. Мы готовы помогать в поддержании этих процедур, но также в этом должны участвовать и те руководители, чьи сотрудники принимали участие в тренинге. И мы готовы задавать эти нормы и стандарты и прописывать эти процедуры вместе, но это наша двойная ответственность должна быть. Консалтинг, он все-таки выжимка из истории, да, то есть все, что собрано лучше, то есть вы его ретранслируете. Вот что можно было бы, что вы говорили в 2008 году? Что я говорила в 2008 году? Да, вот вам приходили, говорили, вы гуру, скажите, что нам делать, вы ответили на многие наши вопросы. Что я только не говорила тогда. Я в том числе говорила, мне спрашивали ребят, там у кого очень успешный бизнес был, а куда нам вкладываться, да, в какой валютный? Я говорила, в Китай. Давайте в Китай. То есть вы уже тогда знали, да, то есть о смене политических ориентированных? Ребята действительно тогда вложились в Китай. На сегодняшний день, это вот, да, что было приоритетно, наверное, на то время. На сегодняшний день это даже ребята не успешные предприниматели, а это ребята успешные. Я не могу даже сейчас назвать то, что происходит в нашем обществе. До недавнего времени у нас отдельно существовал бизнес, отдельно существовало государство. Так вот, про этих ребят я могу сказать, что они построили очень успешное частно-государственное партнерство. И сейчас в моем окружении все больше и больше таких людей, кто заинтересован не только в собственном увеличении капитала, капитала своей компании, но и пользе, которая будет либо там для республики, либо для страны в целом. И такие решения они находят. Если говорить о отрасли консалтинга, для меня было удивительно, но вот структура рынка говорит о том, что 30% рынка занимает именно консалтинг в области IT, 20% в области управленческих решений и только 3% в области HR. Как вы прокомментируете эти данные? Неужели IT-решения, они получаются в 15 раз важнее, в 10 раз важнее, чем решения? Они просто дорогие. Так повелось. Они просто дорогие на самом деле. И когда мы говорим про HR-решения, любое HR-решение, оно должно поддерживаться какой-то информационной платформой. Да, вот мы сейчас разрабатываем ряд проектов. Если не будет поддержки информационной платформы, то это уйдет в никуда, это просто увеличит объемы работ для каждого из сотрудников. А нам нужно оптимизироваться. Тогда мы должны прописать такую IT-программу, чтобы могла позволить оптимизировать деятельность каждого из сотрудников. Тогда как вы относитесь вообще к инфобизнесу? Это консалтинг в области... Это будущее. В интернете. Да. Но некоторые говорят, что это уже настоящее. На самом деле, во многих технологиях это еще остается пока будущим. Я это вижу будущим в области HR, когда мы говорим о решении не на отдельно взятом предприятии, а решении на уровне, скажем, республики. И таких решений на сегодняшний день на уровне, скажем, других субъектов Российской Федерации точно нет. Но такое решение находим сейчас. Республика у нас опять будет впереди планеты всей. Буквально вчера общалась с одним тоже успешным предпринимателем, если говорить про IT-технологии, для поддержки здоровья нации или жителей республики, чтобы он мог предложить... Я слышала, в предыдущих передачах у вас были и врачи в том числе, руководители клиник присутствовали. Диагностика, дистанционная диагностика. Есть небольшой аппарат, который прикладывается к определенным точкам. В облаке сразу высвечивается твой диагноз. Ты его подкрепляешь потом с данными анализами. И в онлайн-режиме доктор тебя может проконсультировать. То есть ты можешь находиться где угодно, в какой угодно стране. И можешь получить уже грамотное заключение. И в том числе рекомендации к поддержанию или лечению. Карина, это вот профессионально? Вы знаете о всех сферах предпринимательства везде? Пусть по чуть-чуть, но все знаете. Это профессионально? Это профессионально. То есть вы должны обладать знанием всех отраслей, всех инструментов управленческих. Это правильно? Мне это нравится. Я не знаю, насколько это правильно. Можно, наверное, затачиваться под отдельную отрасль. Что это позволяет? Когда ты погружаешься в специфику деятельности каждой из компаний. Это позволяет находить... Опять возвращаюсь. Да, мы не продавцы услуг. Мы консультанты. Это позволяет делать переносы из одного бизнеса в другой. И если в одной отрасли нашли решение, то почему бы не посмотреть, как это решение будет работать сейчас для другой отрасли. Это позволяет видеть ситуацию в целом. А почему сейчас они закрыты? Вот всегда Советский Союз ругали, что военные технологии не доходят до гражданской промышленности. Почему все-таки у нас сложилось, что каждая отрасль, она достаточно закрытая? Я могла бы это сказать 2-3 года назад, когда мы стали обсуждать подбор персонала для особоэкономической зоны Алабуга, как ресурсный центр. И говорили об объединении усилий для всех директоров по персоналу именно Камской зоны. Вот тогда мы еще наблюдали закрытость. У нас присутствовали ряд предприятий автопрома. И одно из предприятий говорило, что мы никогда не расскажем, какая у нас кадровая политика, и мы не будем делиться ни самими технологиями, ни информацией о персонале. А другая компания автопрома, не отечественная, она сказала, а мы готовы вам показать, сколько мы хотим видеть численность персонала в 2014, 2015, 2016, 2020 году по позициям, по тем зарплатам, которые мы готовы выплачивать. То есть западные компании уже ушли вперед, да, на пути к операции? На самом деле это даже не в том, что западная компания. Это та компания, которая оказалась в безвыходном положении, на самом деле. У них больше было проблем с персоналом, поэтому они оказались открытыми. И сейчас, что мы наблюдаем спустя 2 года, что вот эта открытость, она присутствует практически на всем рынке, невзирая на отрасли. Сейчас наши HR-директора прорабатывают так называемый HR-конструктор. И они открываются. Мы нашли решение, как они могут открыться, не рассказывая неких деталей про свой бизнес, скажем. У нас работает в этом проекте очень много банков. Понятно, что они конкурируют между собой. И через проективную методику, через кейс, они все равно показывают, какие решения есть в области управления персоналом. И находят лучшие для себя. То есть через обсуждение они все равно вычленяют нечто, что принесут потом в свой банк, или на свой завод, или в ритейл. Здорово. Открытые системы, они всегда более устойчивы относительно закрытых, что и показал Советский Союз и рыночная экономика. Вот перейдем к бизнесу. Действительно, для меня, как предпринимателя, вообще модель идеальная. Ни копейки вложений, тебе нужны только люди, знания, и ты можешь уже с первого месяца работать в плюс. Вообще, как формируются цены в области консалтинга? Вот приходит заказчик, вот как вы формируете цены? На самом деле есть среднерыночные цены. И очень важно, есть все то же самое, что в любом бизнесе, есть рентабельность. А у вас от чего затраты? От чего зависит? От основных средств, которые идут на фонд оплаты труда. Я думаю, что фонд оплаты труда – это основные затраты, да, у вас? Да. Фонд оплаты труда, аренда помещений. Сколько процентов составляет фонд оплаты труда? Если говорить про фото, у нас это 35% составляет. Ну, классика жанра. На самом деле в услугах это 30-35%. И насколько умножать приходится от затраты при выставлении? Коммерческая составляющая. На самом деле, если говорить про рентабельность, на сегодняшний день наша рентабельность порядка 20% составляет. От выручки? От выручки, да. Нормальная рентабельность? Нормальная, хорошая рентабельность могла бы быть больше. То есть если мы говорим про кадровый консалтинг, это может доходить до 50% в отдельных услугах, которые оказываются. Если говорить про фонд, опять же, как построили бизнес, насколько эффективен. Я не могу сказать, что мой бизнес суперэффективен, потому что есть еще иное предназначение и много, скажем, некоммерческих проектов. Я знаю компании, услуги, где фонд составлял 8%. Всего лишь? Всего лишь 8% от общего объема. А вот вообще в консалтинге что лучше? Диверсификация или все-таки концентрация на ключевых своих навыках? На одной из конференций в Екатеринбурге, по-моему, 2004-2005 год, тогда тоже стоял вопрос про диверсификацию. И мы планировали, занимаясь в то время практически только рекрутингом, на тренинги привозили фрилансов, гуру в своем направлении, но не собирались этим заниматься. Мне тоже задавался вопрос, я готовила целое выступление, и я тогда поняла, вот если говорить про диверсификацию, я точно не буду вместе с своими сотрудниками открывать направление, кто будет копать траншеи или кто будет мыть офисы. Все равно это должно быть в рамках связанных между собой продуктов или услуг. Одно должно вытягивать другое, но не нужно там тащить за собой дохлую лошадь, если ты понимаешь, что какая-то из услуг не работает, нужно от нее отказаться и брать ее там в аутстаффинге, как вариант, в аутсорсинге. Понятно. Поэтому мы на сегодняшний день, все-таки, если говорить про диверсификацию, имеем несколько услуг в своем арсенале. И я готова эти услуги дальше поддерживать, потому что это важно для наших клиентов. Я вот был приятно удивлен, когда готовился к программе, что по оценкам делового квартала вы входите в топ лидеров нашего регионального рынка. И с выручкой, если не ошибаюсь, за 13 год 22 миллиона рублей. Да, это небольшой объем. Я вообще посмотрел российскую статистику, и только порядка 50 компаний в консалтинге преодолевают планку 100 миллионов рублей. И это для меня показатель именно перехода из малого и среднего бизнеса уже в какой-то крупный. В принципе, консалтинг – это бизнес малый и средний? Малый и средний. Какая специфика вот именно данного бизнеса? Какие ограничения он накладывает? Я вижу ограничения на самом деле только в оборотах. Если говорить про взаимодействие, взаимодействие в том числе с, как я уже сказала, международными компаниями или крупными корпорациями, или государственным сектором, я таких ограничений для себя не вижу. То есть, если говорить про, вот возвращаясь к тому вопросу, который вы уже задавали, про соотношение по нашим заказам, 50% моих заказов на сегодняшний день составляет этот государственный муниципальный сектор, наверное, уже. Ну, так сложилось просто исторически. Хотя там года три назад это была несколько иная процентовка. Меньше, да? Меньше, меньше, намного. А чем связано такое интерес именно государство консалтинга? А это не у государства интерес. Это у вас? Это у меня интерес к государству. А интерес в сложности поставленных задач. Вот, это на самом деле, если говорить про бизнес, то, что мы делаем в бизнесе, это уже понятно прозрачно, и это уже делается на протяжении многих лет. А для государства это первые шаги. И очень приятно наблюдать за этими первыми шагами в управлении персоналом. Это вот как там, наверное, там, малыша, когда воспитываешь, вот примерно то же самое. И если бизнес мы берем, он достаточно мобильный, как я уже говорила, даже крупный бизнес, даже крупные компании, с которыми мы работали и работаем, и Роснефть, да, и Росатом, и ТНК-БП, и там, международные компании, Астелос, ну, можно перечислять достаточно долго. И наш КАМАЗ, то есть, если говорить про крупный бизнес, весь Татарстанский, конечно, мы с ним работаем. Но они подвижны, потому что все равно это ограниченное количество людей, они здесь и сейчас. Если говорить про государственный сектор, они это еще не пробовали, они начинают только. И у них горящие глаза, у них есть вкус к этому, и мне нравится тот драйв, который мы получаем вместе. Это вопрос отдельной программы, я думаю, в нашем недалеком будущем. А в заключение я хотела с вами провести Блиц-опрос. Почему вы все-таки предприниматель, а не преподаватель, как вы начинали изначально свою карьеру, или какой-то другой нанятый сотрудник? Да. Я на этот вопрос отвечаю на протяжении, наверное, 25 последних лет, это точно. Это про свободу. Про свободу и про возможности. Свобода, когда я определяю, что я делаю, как я делаю, для кого я хотела бы быть максимально полезной. И если говорить про возможности, если бы я была наемной, предположим, как директор по персоналу, я въедла бы только ограниченную узкую картинку. И тогда моя польза была бы гораздо меньше, чем я могу сделать это сегодня. Было ли желание все бросить? Вот вы говорили, кризис вы пережили. Было ли желание все бросить и вернуться на спокойную работу? Вспоминаю, никогда не было. Какой самый яркий успех до настоящего момента в вашем бизнесе, который вы пережили? Мне кажется, это еще впереди. Самая большая ошибка? Самая большая ошибка. И, наверное, я бы об этой ошибке хотела сказать всем руководителям. Никогда не создавайте ситуации, когда сотрудники вынуждены к вам поворачиваться уже не лицом. Все зависит от нас. И любая неприятная ситуация, которая происходит в вашей компании, во многом связана с тем, как вы ее разворачиваете, эту ситуацию. Поэтому не надо выводить на конфликт сотрудников. От этого проиграют все стороны. Но сотрудников, партнеров не имеет значения. Тем более в консалтингном бизнесе, когда все строится на людях. И когда я эту ошибку осознала, тогда, наверное, и отчасти устоялись ценности. И много манипулятивных техник в тренингах, NLP-шные всякие штучки, отжать здесь, сейчас, использовать эти инструменты, неважно, что будет потом. Мы не работаем с такими компаниями, мы не работаем с такими партнерами, и мы не берем таких сотрудников. Для нас важна одна основная стратегия – выиграл-выиграл. Какие ваши принципы в бизнесе, кроме принципа «выиграл-выиграл»? Открытость, честность, преданность. Что не должен делать предприниматель? Обманывать в первую очередь себя. Наступать на горло своей же песни. Были ли у вас наставники, кумиры, учителя? Все, с кем я работаю, это мои кумиры и учителя. Я работаю в основном сейчас только с топ-менеджерами, и от каждого из них я получаю максимум. Я питаюсь, и я надеюсь, что то же самое происходит с моими партнерами, с кем я работаю. Какая цель через 10 лет? Это кадровая политика в целом. Хотелось бы ее построить. Не важно, на какой позиции будешь находиться. Важно, опять же, что ты будешь в это время делать. Какие действия совершать, и какой результат эти действия будут давать. Но это построение целостной системы. Какую книгу вы могли бы посоветовать нашим телезрителям? Наверное, это уже много разных бестселлеров. В управлении персоналом, в подходе к бизнесу. Я по-прежнему за голубые океаны. Старая древняя книга, но периодически я к ней возвращаюсь. Я опасаюсь сваливаться вот в эти красные океаны, я за голубые. За возможности, которые мы находим вместе с нашими и конкурентами в том числе. Которые усиливают бизнес с каждой из сторон. Приоритеты жизни и что для вас значит бизнес? Это просто жизнь. Что бы вы посоветовали начинающим предпринимателям в области консалтинга? Какие правила успешного бизнеса? Направлять фокус внимания не на себя. Не на то, что ты умеешь и знаешь сейчас. Не на то, что выгодно для тебя. Не на те средства, которые ты собираешься и извлечь из своего бизнеса. А фокус внимания на партнера, с кем ты начинаешь взаимодействие, на клиента. Чем можешь быть полезным? Что вам самой нравится? Чем заниматься в своей компании? В своей компании? Мне нравится сейчас. На самом деле, мне, конечно, нравится по-прежнему проводить тренинги. Я периодически на них вырываюсь. Буквально на днях выезжала, проводила тренинг и для лужников, и проводила тренинг для индийской фармкомпании. А на самом деле, мне нравится тот проект, который я сейчас реализую. Это вот как раз опять про целостную систему. И, наверное, вот те ощущения, которые есть сейчас, я испытывала в начале 90-х годов, когда мы строили здесь по республике новую систему образования. Когда мы привнесли сюда совершенно новую систему развивающего обучения. И вот тогда был просто драйв, и спокойно спать не могли. Мы все время об этом думали, мы всегда были в это вовлечены. Сейчас примерно то же самое, но в управлении персоналом. Мне очень понравилось, как загорелись ваши глаза, когда вы говорили о своей цели. Я хотел бы вам пожелать в заключении достигнуть вашей мечты и сделать следующий шаг к новой. Сегодня у нас в программе был замечательный человек Галина Маштакова. Которая смогла совместить свое хобби, предназначение и бизнес. И построить успешную компанию. И успешно не только в том, чтобы заработать денег, но и помочь очень многим вокруг себя. С вами был Айдар Булатов и программа «Бизнес по существу». Если это смогла сделать Галина, значит, это сможете сделать и вы. Дерзайте! Субтитры сделал DimaTorzok